35-летняя Шулпан Абетова в очереди за жильем стоит с 2013 года, но за 5 лет номер очереди не продвинулся. Почему нет никаких изменений, пришли узнать мать и сестра Шулпан. Сейчас женщина с больным сердцем живет на квартире и воспитывает без мужа двоих детей 5 и 13 лет. Шулпан моя родная сестренка. В 2013 году встала в очередь за жильем. Она недавно ходила узнать, есть ли какие-нибудь продвижения, но очередь как стояла, так и стоит. У нее двое детей, младшая учится в нулевом классе, а старший в седьмом. Шулпан часто болеет и постоянно перемещается с квартиры на квартиру. Говорит, в одной холодно, в другой тонкие стены. Теперь мы с нашей мамой пришли узнать, что делать дальше. С таким же квартирным вопросом пришла Жайна, мать четырех детей, один из которых имеет инвалидность. Со своими вопросами она обратилась к зам Акима области Кайрату Бекенову. Я пришла узнать насчет жилья. У меня четверо детей, а последний инвалид. Поэтому я пришла за помощью. Ребенку необходимо лечение, чтобы он смог ходить. Пенсия в сумме с моей дочерью 73 тысячи тенге. Этого не хватает, чтобы своевременно делать ребенку массаж, покупать лекарства. Сейчас живем на дачном участке. В доме нет отопления и водоснабжения. Приходится топить печь и таскать воду самому. В прошлом году мне сказали ждать 10 лет, и я хочу узнать, можно ли ускорить процесс. Индивидуально проконсультировав Жайну, Аким сказал, что согласно закону ждать действительно нужно 10 лет, но попросил написать заявление, которое комиссия рассмотрит. Возможно, квартиру купят на спонсорские деньги. Кроме жилищных проблем, люди обратились с просьбой выдать им кредит по госпрограмме, который они не могут получить больше 10 лет. Сотрудники отдела занятости и социальных программ принимают заявления от многодетных матерей на получение пособия и тех, кто не может найти работу продолжительное время. Амира Таутенова, Мирлана Манжолов, программа «Факт».